Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска, в студии Татьяна Леонтьева. Смотрите сегодня в выпуске. Инновации, доступные каждому, в Альметьевске прошла конференция Центров Молодежного Инновационного Творчества. Больше четверти заявок на Олимпиаду МТИ, а это 20 с лишним тысяч. Маленький, уютный, красивый и теплые пожелания городу и его жителям в нашей рубрике с юбилеем Альметьевск. Не так давно мы праздновали один юбилей, сейчас уже другой юбилей у нашего города, у нашего Альметьевска. Не только правильно тренироваться, но и правильно питаться. Игроки хоккейного клуба «Нефтяник» получили напутствие на новый сезон. Команда хорошая у нас. Сегодня в Альметьевске с рабочим визитом побывал начальник управления ГИБДД Татарстана, полковник полиции Ленар Габдрахманов. Вместе с главой района Айратом Хайрулиным он посетил детский сад номер один Белекеш. В рамках Всероссийского месячника безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» детскому саду главный автоинспектор республики вручил 4 велосипеда. Педагоги детского сада провели для гостей экскурсию. Следующим местом визита стала школа номер 15. Здесь большое внимание уделяется проблематике безопасности дорожного движения. Команда юных инспекторов движения заняла первое место в республиканском конкурсе «ЮИД». Ученики показали гостям мастер-классы по соблюдению правил дорожного движения. Рассказали о необходимости применения световозвращающих элементов. Школа также получила в подарок 4 велосипеда. Позже Ленар Габдурахманов принял участие в заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в исполкоме района. На заседании обсудили вопросы по организации дорожного движения, правил соблюдения ПДД в дошкольных образовательных учреждениях, профилактике дорожно-транспортного травматизма. Также была приведена статистика дорожно-транспортных происшествий. Во второй половине дня начальник управления ГИБДД Татарстана провел прием граждан. Продолжаются профилактические беседы с детьми подросткового и дошкольного возраста о правилах безопасного поведения на дороге. Так, в детском саду номер 33 «Незабудка» прошла акция за безопасность на дорогах. В мероприятии приняли активное участие воспитанники детского сада, педагоги, родители и главный специалист общего отдела исполкома района Лейсан Демьянова. Дети активно призывали родителей соблюдать правила дорожного движения. Брали у них интервью и спрашивали, есть ли у них в автомобиле детское автокресло, соблюдают ли взрослые правила дорожного движения, на какой свет они переходят дорогу и другое. Такая форма работы очень объединяет детей и взрослых, родителей и педагогов. Она заставляет родителей задуматься о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, помогает повысить степень их ответственности за своих детей. В детском технопарке «Кванториум» прошла шестая Всероссийская конференция Центров молодежного инновационного творчества. Свои разработки представили 150 участников из 35 регионов России. В работе конференции приняли участие депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев и заместитель министра экономики Республики Наталья Таркаева. Подробности в нашем сюжете. Инновации, доступные каждому. Основная тема конференции. Первый из докладчиков – Наталья Смелкова из Красноярска. Ключевое слово в докладе – мейкер и все его производные. Для начала Наталья выделила основную проблему мейкерства в России. Мало тех, кто этим самым мейкерством занимается, даже несмотря на наследие Советского Союза в виде кружков моделирования. Поэтому руководитель направления по развитию информационной структуры компании РВК советует не пренебрегать помощью блогеров и активно развивать аккаунты в соцсетях. А своим дружелюбным завлекающим «Велком» она предлагала обращаться за Советом. Больше четверти заявок на Олимпиаду МТИ, а это 20 с лишним тысяч по прошлому сезону, это были просто после одного выпуска Дима Маска. То есть этот ресурс игнорировать сейчас просто невозможно. Следующий спикер – Ярослав Самылин. Руководитель проекта «Мой первый бизнес». Рассказал о том, как трудно начинать бизнес с нуля. Боязнь найти поддержки, неуверенность в себе и в своем деле – все это было темой его выступления. Он привел статистику социологических исследований, согласно которым в устоявшемся мировоззрении наших граждан только 5-6% хотят заниматься предпринимательством. Опрос, проведенный среди контрольной группы из 10 тысяч человек в возрасте от 10 до 75 лет, показал, хотят и готовы заниматься своим делом до 33% населения. Также Ярослав затронул тему отношения к своему делу как таковому. Глава района Айрат Хайрулин в очередной раз коснулся темы оттока перспективных горожан из Альметьевска. По его мнению, развивающаяся инфраструктура и благоустройство поможет сохранить ареал альметьевцев. Если не ради себя, то хотя бы для будущего поколения. Это даст возможность в том числе этому молодому человеку не где-то в мегаполисе с непонятными условиями жизни, с непонятной перспективой, а именно он захочет, чтобы его же ребенок был в таком же хорошем детском саду. Представители фирмы Pegas3D подготовили проект сервиса трехмерной печати, доступной каждому. По их задумке этот сервис будет облачным и не потребует от пользователя физического присутствия. Идея создания сервиса переплетается с историей фирмы. У Максима Анисимова и Андрея Юсупова не было доступа к высокотехнологичному производству, и корпус для своего первого робота парням пришлось заказывать у фирмы, которая уже занималась 3D-печатью. На тот же момент у нас была большая проблема в том, что у нас просто не было никакого доступа к технологиям. Мы были студентами, но когда мы начали искать на наш проект инвестора, мы просто не могли, например, для робота сделать банальный корпус. Также на конференции были затронуты темы охраны экологии и агропромышленности. По заявлениям спикеров, у страны в целом и нашего региона в частности есть огромные перспективы роста и развития. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Мы продолжаем нашу рубрику с юбилеем Альметьевск. С днем рождения город поздравляют не только те, кто здесь родился и вырос, но и те, кто приехал сюда уже взрослым, и для кого Альметьевск стал родным и любимым, как для нашей сегодняшней героини. Я родилась и выросла совершенно в другой стране, совершенно в другом городе. И попав сюда 20 лет назад, сначала, конечно, после большой столицы, я посмотрела, думала, Альметьевск, Альметьевск какой-то, показался маленький, может быть, даже где-то невзрачный. Но по происшествию вот этих 20 лет я полюбила этот город искренне, всей душой. Здесь уже вся моя жизнь взрослая сложилась. Я родила и вырастила сына здесь. Здесь мои друзья, здесь моя работа, которой я очень люблю, которой я занимаюсь уже много лет. Все познается сравнение. И посещая большие города, ты начинаешь понимать и любить свой город, в котором, в принципе, можно за 15-20 минут доехать до места своей цели. И это здорово. С каждым годом наш город действительно становится не только более красивым, но и более доступным. Доступная среда для особенных людей, с которыми я часто работаю, контактирую. И это здорово. Не так давно мы праздновали один юбилей, сейчас уже другой юбилей у нашего города, у нашего Альметьевска. Хотелось бы поздравить всех жителей, всех гостей нашего города с таким замечательным событием. Пожелать всего самого доброго, всего самого светлого. И, наверное, чтобы люди бережно относились к нашему городу, берегли то, что у нас есть. Это еще не все новости. Смотрите во второй части нашей программы. Не только правильно тренироваться, но и правильно питаться. Игроки хоккейного клуба «Нефтяник» получили напутствие на новый сезон. Завершился конкурс «Экология города глазами детей», который проводила наша телекомпания совместно с Департаментом экологии и природопользования Альметьевского района. По традиции в телекомпании состоялось награждение победителей, которые были определены голосованием на сайте. Какие сюрпризы ждали гостей в материале нашего корреспондента? Конкурс рисунков «Экология города глазами детей» был объявлен в середине июня. В Департамент экологии поступило более сотни работ. И они продолжали все приходить. Так что даже пришлось продлить прием заявок. А потом на сайте телекомпании развернулась самая настоящая борьба за победу. И вот, наконец, победители определены. Участников, набравших наибольшее количество голосов, пригласили на церемонию награждения. Их поздравили руководитель телекомпании «Альметьевск ТВ» Людмила Воронина и специалист Департамента экологии Дарья Орлова. Чтобы вы могли оказать свои способности, таланты, и чтобы люди оценили ваши идеи, идеи направлены в космосферматическую тему, на сохранение природы, на то, как дети видят, как можно и нужно привлечь, и как они к этому относятся. Мы очень рады, когда к нашим мероприятиям, к нашим акциям, к нашим конкурсам проявляет интерес формата данного конкурса «Победение топа» впервые у нас. Я думаю, что мы продолжим совместную работу. Темы рисунков были разными. На любой вкус, цвет и фантазию. Многим ребятам помогали взрослые – родители, учителя, воспитатели. Одни просто задавали фантазии детей правильный вектор, другие выступали соавторами. Но все конкурсанты представили свое видение того, как человек должен вести себя в природе, пусть и городской. Ну, я нарисовала, как надо вести себя в природе. Ну, не мусорить, не обижать природу, ничего не ломать, не обижать зверей. Вода – это все-таки самая главная проблема. От чистоты воды зависит здоровье всей нации. Для обладателей призовых мест Департамент экологии приготовил замечательные подарки. Радмила Горохова, набравшая 538 голосов и занявшая третье место, получила настольную игру. Маляка Сераева, набрав 835 голосов, занимает второе место. Ее приз – надувной бассейн. Но наибольшее количество голосов набрала Мария Мгазизова. За нее проголосовали 902 человека. Победительница получила самокат, а телекомпания вручила призерам грамоты. Мы с удовольствием согласились. Но мы не думали, что нас так прямо на телевидении будет показывать. Проведение экскурсии для участников и победителей конкурсов стало доброй традицией Альмитис ТВ. Поэтому сразу после церемонии награждения ребята вместе с родителями отправились по кабинетам и студиям телекомпании. В первую очередь прошли в новостной отдел. В нем, кроме столов сотрудников и компьютеров, есть шкаф, где хранятся всевозможные подарки и сувениры. Книги, фигурки, мягкие игрушки и даже строительная каска. В студии звукозаписи гости могли попробовать себя в озвучивании текстов. Оказалось, что это не так просто. А напоследок дети и родители побывали в «Святая святых» каждой телекомпании – новостной студии. Здесь проходит запись всех телевизионных программ. Дети и родители могли посмотреть, как выглядит изнанка вещания. За этим компьютером как раз собираются уже готовые выпуски из всех тех сюжетов, которые мы смонтировали там и из того видеоряда, который был записан в студию. Этот конкурс завершен, но будут и другие, не менее интересные, и все желающие смогут принять в них участие. Елена Марданшина, Тимур Туманов, Булат Загидуллин, Альмитиск ТВ Традиционная встреча руководства клуба «Нефтяник» с игроками прошла во дворце спорта «Юбилейный». С хоккеистами, тренерами, обслуживающим персоналом клуба пообщался генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов. О чем говорили участники встречи и какие планы ставит перед собой «Нефтяник» в этом сезоне, расскажет наш корреспондент. Наиль Маганов сегодня приехал на встречу с хоккеистами не как генеральный директор нефтяной компании, а как президент клуба «Акбарс» и президент Федерации хоккея Республики. Вместе с ним пообщаться с игроками и сотрудниками клуба «Нефтяник» прибыли генеральный менеджер «Акбарса» Рафик Якубов, президент «Альметьевского клуба» Ренат Шафигулин, исполнительный директор клуба «Нефтяник» Мансур Усманов и главный тренер нашей команды Ильнур Гизатулин. Встреча началась с подведения итогов прошлого сезона, а потом перешли к планам на текущий игровой год. Ребята провели отличную, можно сказать, предсезонку, никому претензий нет по работе. Руководство создает все условия для хорошей, результативной работы. Мы будем со своей стороны радоваться и руководству, и болельщикам, и своей игрой, и результатами. Все мы готовы. Главное – поверить в то, что мы можем это сделать. У нас был Кубок Братины. Команда хорошая у нас. То, что высшая лига стала еще сильнее, это уже не секрет. Пополно с такими командами, как «Лада», как «Югра», «Кузнецкий металлург». Поэтому конкуренция будет еще жестче и интереснее. Я уверен, что с тем тренерским коллективом, который у нас, с той поддержкой от «Нефти», которая за нашей с вами спиной, и с тем коллективом, который у нас есть, с нашими болельщиками, мы, конечно же, добьемся тех задач, которые перед нами стоят. Также высшему руководству представили новых игроков команды, которые уже успели отличиться в турнире ко дню «Нефтяника». Наэль Маганов посоветовал хоккеистам не пренебрегать физическим и душевным здоровьем. Чаще обращаться к спортивному врачу, массажисту и стоматологу. Правильное питание, йога и растяжка, а не только занятия в тренажерном зале. Психологическая разгрузка – основа спортивного долголетия. Несоблюдение даже одного из этих пунктов может впоследствии сказаться на результате игры. В качестве примера он привел топовые сборные мира по футболу. Все они рассказывали, насколько большое они этому уделяют внимание и какое значение придают. Именно вот этим, казалось бы, у нас хихихаха, спортивный психолог хихихаха, реворсация хихихаха, а вот те профессионалы-футболисты каждый день. За плечами у команды сезон ВХЛ, который «Нефтяник» завершил третьим местом в турнире на таблице. И товарищеский турнир ко дню «Нефтяника», результат которого также бронза. А в планах на будущее у администрации клуба в целом вплотную приступить к тренировкам, а также серьезно заняться здоровьем игроков. Но главная цель на предстоящий сезон, конечно же, взять главный трофей высшей лиги. Тимур Туманов, Булат Загидулин, Альмитис ТВ. И еще о спорте. Альмитевский спортсмен прошел в основной состав сборной команды России по греко-римской борьбе среди кадетов. Воспитанник школы Олимпийского резерва Хаким Джон Давронов стал бронзовым призером на Кубке России весовой категории 48 килограммов. Спортсмен тренируется под руководством тренеров Эдуарда Гаджиева, Данила Каернилова, Эдуарда Джанвеляна. Турнир прошел в городе Бор Нижегородской области, куда съехались 548 спортсменов со всех регионов страны. А теперь информация от синоптиков. В четверг прогнозируется малооблачная погода. Температура воздуха ночью составит 11 градусов, днем прогреется до 21. Атмосферное давление 756 миллиметров втутного столба. На сегодня у нас все. Далее в эфире свежий выпуск передачи «Городская среда» с Еленой Морданчиной. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.